Что сильнее страха? Конечно, любовь. Новая акция сторонников Навального и реакция на нее власти. Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это не милая акция про любовь. Обыски в спецприемники и угрозу уголовного преследования за флешмоб в изоляторе. Путин! Новые протесты в Беларуси на фоне заявления Лукашенко. Главное мое условие исхода из власти. И романтичный дворник из Томска, который говорит о любви на английском и французском. Об этом и не только. Расскажу теперь более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Преследования соратников Алексея Навального продолжаются. Координаторам штабов приходят с обысками, их задерживают и вызывают на допросы. Против них возбуждают дела. В общей сложности после митингов заведено 50 уголовных дел. Басманный суд Москвы на этой неделе заочно арестовал главу региональных штабов Навального Леонида Волкова и объявил его в межгосударственный розыск. Волкова обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированной акции протеста. Он пока первый фигурант такого дела. В России ему может грозить до трех лет тюрьмы. Отпускай! Президент Путин решил сделать страх своим главным и единственным оружием. Остались только дубинки ОМОНа. Это теперь все, что Путин может предложить в качестве аргумента в политической дискуссии. Страх. Как его преодолеть? Есть только один способ, очевидно. Надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха. Солидарность, взаимовыручку, горизонтальные связи и, конечно, любовь. Соратники Навального решили на время изменить формат акций протеста. Как сказал Волков, нет смысла идти на танки кавалерии. Поэтому следующая акция будет называться «Любовь сильнее страха». Она пройдет в это воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных. Чтобы принять в ней участие, нужно выйти в свой двор и включить фонарик. Акция с фонариками и сердечками может показать, что людей нам сопереживающих, наших сторонников, людей наших взглядов, их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это такая немного романтическая, но красивая акция. В Кремле затруднились сказать, можно ли расценивать выход с фонариком во двор как несанкционированную акцию. Но на всякий случай волонтеров штабов Навального уведомили о недопустимости экстремистских действий 14 февраля. Вот, например, представители прокуратуры пришли к томским активистам. Зато депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой однозначно заявил о провокационности новой акции протеста 14 февраля, назвав ее организаторов и участников не больше, не меньше интернет-власовцами. Призывы все эти светить фонариками в темноте – это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. В общем, чтобы не случилось заманить фонариками на стратегические объекты самолеты НАТО, например, СМИ и интернет-изданиям в российских регионах РКН прислал предписание под угрозой блокировки удалить новости о предстоящей акции. В предписании от Роскомнадзора у них сказано, что новости эти, а дальше я цитирую, содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Конец цитаты. Итак, их размещали в камерах без матрасов и постельного белья, не кормили и унижали. А они требовали соблюдения своих прав, записывали видео, рассказывая об условиях содержания. Так, ребята, обзор на еду, которую нам трудом удалось выбить. Пели песни и устраивали флешмобы. Это все хроники спецприемников в подмосковном Сахареве, где отбывают арест участники протеста в поддержку Алексея Навального. Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо тем, кто поддерживает нас, передает вещи, еду. Путин! Путин! Ну а за это видео арестованным угрожали уголовным преследованием, в частности, по статье об оскорблении представителей власти. И три дня подряд проводили обыски. Искали, прежде всего, мобильные телефоны. Пришли около шести сотрудников полиции, нас вывели из камеры и начали проводить обыск полный. То есть вытряхнули все вещи из полок, все кровати прощупались. Видимо, искали телефоны, телефоны с видеокамерами. Потому что сотрудники получили информацию, что все, что здесь происходит, оно вышло в YouTube. Соответственно, хотели это предотвратить. Нас обыскивали перед прогулкой, достаточно подробно, ну так, не очень нежно. Они были без жетонов, не представились. Нужно бороться дальше, нас не надо, невозможно запугать. У нас очень много людей. Здесь замечательные ребята, которые только укрепились в своих убеждениях, находясь здесь вместе. Всю неделю правозащитники, волонтеры и родственники следили за судьбой арестованных участников протеста, которых поместили в спецприемник подмосковного Сахарова. И встречали тех, кто оттуда выходит по истечении срока своего ареста. Большинство, напомню, получили по 10 суток после акции 31 января. Евросоюз, скорее всего, примет новые санкции в отношении ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов. Именно к таким ограничениям призывали Брюссель сторонники Алексея Навального после его отравления и ареста. Они настаивали, что санкции должны вводиться не против России, а против конкретных людей, близких к Путину, бизнесменов и чиновников. ЕС может ограничить таким лицам въезд и заморозить их активы. Реакцией на возможные санкции ЕС за Навального стало заявление главы МИДа о том, что Россия готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом. Но мы идем к разрыву. С Евросоюзом мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что эта цитата о готовности к разрыву отношений вырвана из контекста. По его словам, Москва не намерена делать такой шаг первый. При этом Песков подчеркнул, Россия не хочет изолироваться от стран Запада, но если по этому пути пойдет сам Евросоюз, то будет к этому готова. Ответ России о том, как они хотят развивать наши отношения, понятен. Для этого нам не нужно интервью министра иностранных дел местному медиа. Так как они ответили на инициативу высокого представителя, посмотреть, готовы ли они исправить негативный тренд в наших отношениях, является для нас четким сигналом. Александр Григорьевич Лукашенко И к другим темам. Александр Лукашенко рассказал, как и при каких условиях он может покинуть свой пост. Он сделал это во время Всебелорусского форума, который собрал на этой неделе. Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Лукашенко говорил много, почти четыре часа. Он назвал протесты в стране неудавшимся мятежом и, что, пожалуй, основное, сказал, что хочет написать новую конституцию. Впрочем, о конституционной реформе в Беларуси говорят давно. Вопрос этот обсуждался и с Кремлем. Но мало кто верит, что Лукашенко добровольно отдаст власть. Лукашенко, о чем бы ни договаривался, он всегда нарушает эти договоренности, в том числе и сочинские договоренности, по которым он получил полтора миллиарда. Ну, получил и не получил одновременно, они пошли в оплату долгов. Но сейчас он поедет после этого собрания, он поедет на встречу с Путиным. Не знаю, позволит ли ему его здоровье, но неважно, если не будет этого в конце февраля, это будет в начале марта. Он поедет на встречу с Путиным и скажет, вот то, что вы просили, я уже делаю. При этом он никак не объяснит, какая будет конфигурация всего этого, и он попросит свои три миллиарда. Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время. И нам с президентом России придется стоять спиной в спине и отстреливаться. Что не так? Так? А что еще будет? Подобные собрания проходят раз в пять лет, их даже сравнивали со съездами КПСС. Власть на них отчитывается о проделанной работе и обсуждает планы на ближайшую пятилетку. На форум прибыли почти три тысячи участников, среди них чиновники, главы госпредприятий, деятели науки и культуры и ни одного представителя оппозиции. Впрочем, на свободе в Беларуси их практически не осталось. Большинство либо арестованы, либо вынужденно покинули страну. Это мероприятие, оно не несет какой-то особой нагрузки, просто они заявились и необходимо было его провести. Потому что по факту протест и в Минске, и тем более в регионах, он утих, ослаб. Он ушел пока за чашкой чая где-то дома, потому что сейчас холодно и погода достаточно суровая. Я надеюсь, что ситуация поменяется. Сенат США на этой неделе начал слушание по импичменту Трампа. В первый день сенаторы решили, что процедура импичмента в отношении бывшего президента не противоречит Конституции страны. Дальше демократы начали представлять позицию обвинения по делу. Они заявляют, что бывший президент США был главным подстрекателем беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он добился того, на что провоцировал. Подстрекательство к этому мятежу со стороны Трампа, нарушение своих обязанностей как верховного главнокомандующего по защите Капитолия и людей в нем, категорический отказ осудить нападение, пока оно происходило, и подстрекательство к насилию – все это требует импичмента. В качестве доказательств сенаторы приводят видео штурма Капитолии, цитаты из выступлений и твитов Дональда Трампа. Демократы считают, что он подогревал недовольство своих сторонников ложными заявлениями о фальсификации на выборах и, например, призывал драться за страну. Для того, чтобы в итоге Дональда Трампа признали виновным, демократам нужно заручиться поддержкой как минимум 17 республиканцев в Сенате. Если две трети сенаторов выступят за импичмент, Дональд Трамп больше не сможет участвовать в выборах. Но такой исход пока маловероятен. Защита Трампа настаивает, что его высказывания защищены свободой слова, а вина в штурме Капитолия полностью лежит на самих нападавших. Они также утверждают, что процесс политически мотивирован. Коронавирус, вероятнее всего, передался от животных к человеку. Через промежуточное звено к такому выводу пришла международная группа ученых, которая завершила первый этап своего расследования о происхождении COVID-19. Вся работа, которая была проделана с вирусом и попытки определить его происхождение, по-прежнему указывают на естественную природу этого вируса и подобных ему вирусов в популяции летучих мышей. Полученные данные говорят о том, что гипотеза лабораторного появления вируса крайне маловероятна. Следовательно, мы не будем предлагать ее для будущих исследований в нашей работе для дальнейшего понимания вируса. Почти месяц миссия под эгидой Всемирной организации здравоохранения работала в Ухане. Именно в этом китайском городе больше года назад был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Хотя представители Китая продолжают настаивать на том, что вирус мог прийти в Ухань из каких-то других регионов. В завершении нашего выпуска и в канун Дня Святого Валентина несколько слов о любви от томского дворника, который на этой неделе сыскал себе славу в интернете. Мои коллеги из агентства новостей ТВ-2 спрашивали прохожих на улицах Томска, верят ли они в любовь. И один весьма романтичный дворник 70 лет ответил на вопрос цитатой «Битлз». Причем на языке оригинала, а потом и вовсе перешел на французский. «Любовь не купишь». Что ж, глядя на нынешнее все, «Путь Дзен» весьма подходящая книга. Такой была эта неделя, мы продолжаем следить за развитием событий, а вы подписывайтесь на наш канал «Радио Свобода.Новости» и, конечно, берегите себя. До встречи!